МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спор о том, когда рыба клюет лучше, ранним утром или поздним вечером, длится среди любителей рыбалки уже много лет. Но так и не приводит спорящие стороны к какому-то единому и окончательному выводу. Тихий солнечный рассвет, конечно, настраивает рыбаков на мажорный лад. Дескать, в такое утро не может быть плохого клёва. И атмосферное давление в норме, и влажность воздуха в порядке, и ветер хоть и северный, но настолько слабый, что не роняет росу с созревшей малины и не рябит воду. И что немаловажно, по приметам бывалых рыбаков, солнце восходит именно с восточной стороны, значит, клёв будет. Следовательно, и удочки будут целы, и кошки сыты. Но на одну только погоду не будет рассчитывать опытный рыбак. Во-первых, место лова. Здесь надо полагаться на опыт и многолетнюю практику. Во-вторых, прикормка. Вот в чём залов успеха. Не подкормишь, не половишь. Какой бы волшебный рассвет ни был, и какого бы качества крючки не привязаны к прочнейшим поводкам, а привлечь к месту лова рыбу вкуснейшей привадой со вкусом клубники и запахом кориандра надо. И, в-третьих, насадка. Если в планах рыбака поимка платвы и подлещика, то манная болтушка – первое дело. У каждого рыбака есть свой секрет приготовления этого рыбьего лакомства. Кто-то добавляет в манку анис, кто-то хмыли-сунайли, кто-то корень мандрагоры, а кто-то и какао-порошок. Но сколько рыбаков, столько и рецептов. А главное правило заготовки и прикормки – это разводить её только водой из водоёма, где будешь ловить, а не хлорированной водой из-под крана или тем более квасом или пивом. И забрасывать прикормочные шарики необходимо правой рукой снизу вверх, а не левой сверху вниз и не ногой, словно мяч у ворота Акинфеева. Попадание прикормки в точку лова должно обеспечить подход рыбы с ближайших омутов, тем самым лишив улова соседних рыбаков из ближайших деревень. Насаживать болтушку пальцами на крючок неэстетично и неудобно. Опытные рыбаки используют для этого одноразовые шприцы. И в данном случае они становятся многоразовыми. Даже в сильную жару болтушка в шприце долгое время оставится плотной и вязкой. Плавными движениями рыболов наматывает манную болтушку на крючок, пользуясь правилом буравчика, то есть по часовой стрелке. Плотва или подвесчик, заметив аппетитную приманку, попытается снять ее с крючка, разматывая в обратном направлении. В этот момент, ни раньше, ни позже, нужно делать подсечку. Изумленная таким неожиданным исходом рыба, как правило, оказывается в садке. Бывает, что хитрый подвесчик только пригубит насадку, то есть попробует на вкус, притопив слегка при этом поплавок, и отойдет в сторону. Но уже почувствовав вкус манки на губах, далеко не уйдет. Ведь бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке, а бесплатная каша на крючке. И кинется рыба на приманку в очередной раз, утопив поплавок. Этого момента и ждет рыболов. А ждать приходится порой довольно долго. И если поклевок нет, то стоит подбросить еще пару шариков прикормки. Основной корм платвы и подвесчика в водоеме – это зеленые водоросли и дрессины, мелкий речной моллюск. Но когда в воду буквально с неба падают ароматные шары, рыба забывает о своей обычной пище и устремляется к месту приземления глубинных снарядов, начиненных искусственной приправой, смешанной с естественной глиной. Глина, соответственно, рыбой игнорируется, а остальное встречается на ура. И тут начинается пиршество. С отталкиванием друг друга плавниками и хвостами, возгласами вас тут не стояло, и попытками ухватить самый сочный кусок. А когда в эпицентре этой вакханалии и чревоугодничества оказывается крючок с болтушкой, в очередь к нему выстраиваются все от мала до велика. А самый шустый, подцепленный крючком за любопытную губу, взлетает к поверхности воды и далее по воздуху на берег в ловкие руки рыболовок. Бывает, что к прикормленному месту подходит и любопытный хищный опыт. Тогда плотва делает вид, что оказалось здесь совершенно случайно. Раки прячутся в норы, а подлещик и густера отходят на приличное расстояние и наблюдают издалека за происходящим, посасывая тину. А посмотреть есть на что. Уж на что всеяден окуль, но хватать манную болтушку, а и он туда же. Стремительный взлет, и он оказывается в руках рыболова. Сколько добрых поэтических слов слышит окуль в свой адрес от рыбака, достающего крючок из его зубастой пасти, а потом его след отправляясь в родную стихию. От такого обилия впечатлений окунь ошалела вернется к своей стае и уведет ее подальше, к спокойной тихой заводе, где нет удочек и крючков и нет риска быть пойманным двуногими хищниками. При уходе с места лова хищной рыбы к прикормленному месту возвращается рыба мирная, к тому же изрядно проголодавшаяся. Ведь ту же дрейсену ей приходится добывать из довольно твердой скорлупы, да и не всякая рыба способна это сделать. Раздробить глоточными зубами хоть и небольшую, но прочную ракушку, морока и всяческие неудобства. А тут прямо с неба падает еда. И низкокалорийная, что позволяет подлещику поддерживать в тонусе худощавую фигуру, и ароматная, что не стыдно и на стол подать при вереде плотве. А чтобы стол не скудел, рыбаку приходится постоянно подкидывать прикормку вместо лова. Упал прикормочный шарик в воду, тут же следуют поклевки. И тут уж не зевай, только успевай подсекать. Но во всем надо знать меру. Перекармливать рыбу тоже нельзя. А то наездся до отвала, плюнет на болтушку и уляжется на дне на тихий час, который может продолжаться и час, и два, а то и все три. Для того, чтобы рыба не переедала и не засыпала, прикормочные шарики со временем делаются меньшего диаметра и веса. И самое важное, чтобы были они твердыми и не рассыпались, не достигнув дна. Иначе оголтелая стая в момент проглотит падающую прикормку, еще немного потусуется в толще воды и двинется в освояси, совсем не обращая внимания на болтушку, болтающуюся у самого дна. Таких казусов следует избегать. Существует среди рволовов мнение, что после 10 часов утра рыба клевать перестает. Мол, становится жарко, поднимается ветер и все такое. И если словесного подтверждения этого мнения у рыбы добиться практически невозможно, то остается только наблюдать, будет клевать в это время или нет. Рыба при этом рассуждает, наверное, так, если она, конечно, может рассуждать, будут ли нас кормить после 10 утра или нет, или ждать до вечера. И если рыбаки не смотали удочки, а в прикормочном ведре осталось хотя бы полкило ароматной привады, то стаи платвы и подлещика останутся на месте, а рыболовный садок пополнится изрядным количеством пойманной рыбы. Так что, как выражались древние рыбаки, полдень – время разбрасывать корм и собирать рыбу. Но, может быть, не совсем так они выражались, но дело это не меняет. Есть прикормка, есть клев. Нет прикормки – иди за ней, и клев будет. В 10 утра в час дня или в 6 вечера, без особой разницы. Существует у рыболовов и еще одно твердое, проверенное многочасовым сидением с удочкой мнение. Клев улучшается при небольшом ветре и, соответственно, не сильные ряби на поверхности водоема. Это, скорее всего, связано с тем, что наживка, насаженная на крючок, не статично висит у дна, а начинает двигаться вверх-вниз, привлекая таким образом рыбу. Опять же, проверяется это только практикой. Известный норвежский ихтиолог Гус Алексон, пытаясь выяснить зависимость поклевки рыбы от расположения и движения наживки в воде, поставил такой опыт. В огромный аквариум была запущена голодная густера. История умалчивает, насколько она была голодна. И была заброшена в аквариум наживка, то есть опарыш, насаженный на крючок небольшой, практически зимней удочки. Пока наживка висела в толще воды без движения, густера собирала со дна аквариума, остатки наживки от предыдущих экспериментов ихтиолога. И лишь одна, самая любопытная рыба, схватила опарыша, насаженного на крючок. Отправив пойманную таким образом рыбу на кухню, по настоянию строгой супруги Фру Алекса, ихтиолог насадил опарыша во второй раз и вновь забросил удочку. Но теперь он наживке придал движение. Крючок с опарышем медленно покачивался над каменистым дном. При этом вся стая густеры, оставшаяся в аквариуме, бросилась к наживке. И на крючок попалась самая крупная из подопытных рыб, которая также была отправлена на кухню по настоянию строгой Фру Алексон. В результате эксперимента Гус Алексон сделал такой вывод, запротоколированный в его знаменитой книге «Жизнь и питание рыбы в стесненных условиях». Гораздо хуже клюет рыба на неподвижную насадку, нежели на движущуюся. Надо отметить, что оставшаяся в аквариуме рыба была выловлена сачком, о чем в своей знаменитой книге их теолог не упомянул. А на естественном водоеме, как сказал поэт, смеркалось. И вот тут наступал момент истины. Будет клев лучше, чем утром или нет? Остатки прикормки, конечно, кидались в воду, а как же без нее? И подходила стая подлещика, и платвы, и клев был. Рыба хватала наживку, и топила поплавок, но как-то уже с линцой и нехотя. То ли объевшись при кормке, то ли готовясь ко сну, и позевывая, справляла внеурочный ужин. Рыбаки тоже люди, и на них усталость наваливается от подсечек и вываживания рыбы, и от насыщения организма свежайшим, наполненным запахом разогретых за день трав воздухом. Пора, как говорится, и честь знать. А по поводу клева, хорошо клюет и утром, и днем, и вечером. Была бы прикормка, вода, удочки и хорошая компания. И ветер тут ни при чем. Какой бы он ни был, лишь бы не ураганный, всегда можно найти тихую заводь, прикормить рыбу вкусной привадой и наловить столько, сколько унесешь на радость семье и соседским кошкам. Хотя можно и ничего не поймать. Бог с ней с рыбой, а получить незабываемое удовольствие от созерцания медленно текущей воды, отражения в ней леса на том берегу, запаха разогретых вечерним солнцем трав, волшебного заката и неиспешных мыслей о том, что завтра все может повториться. И молочный туман над рекой, и шевеление красноватого кончика поплавка над голубой водой, и изгиб удочки от поклевки килограммового леща. А то и двухкилограммового. Тут уж как повезет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова